здравствуйте мои дорогие у меня в этом году груш есть и вкусные и невкусные с ними надо делать а что с ними делать так просто есть надоело а вот к чаю можно сделать вкусные оладушки с грушами вот вы знаете как делать оладушки с кабачками с яблоками а мы будем делать оладушки с грушами ну в первую очередь не надо отделить вот эту всякую ну вы поняли меня гниль я мог бы конечно взять и этот и красивые груши у меня там есть но компот мы сварили а это же я не потащу домой вот сделать оладушкам надо ну считайте из того что я порезал читайте как будто у нас две большие спелые груши потому что видите сколько отходов я это поставил эту плиту чтобы на это время чтобы я не тратила чтобы она как его нагревалась так потихонечку не спеша я чищу груши оладушки с грушами я не скажу что это мой самый любимый рецепт но это тоже полезная вещь когда нет печенья а хочется к чаю что нибудь вкусная и сладенькая так ну вот мы уже и подошли к финишу чистки груш сейчас я эту фигню выкину под дерево подожди так я пока это пересыплю здесь готовить наша груша мучную смесь нам понадобится молоко домашнее утром купил полдоллара литр так и нам понадобятся яйца яйца на дачу яйца наверно одно яйцо нам понадобится потому что муки у меня мало что я делаю я беру яйцо сюда лена у нас сбивалка есть понятно каждый раз на дачу привезти и хрен с кем с ним и вторую пойдет не подащу же я его домой после выходных ванилин ванилен пропал посмотри там на полочках я же не мог ванилин в холодильник засуну да и муха так добавляем где то спасибо стаканчик бабочка берем два пакетика ванелина я люблю запах яблоко или груши с ванилином кто не любит может добавить корицу я это делаю оладушки с яблоком я добавляю корицу груша с корицей тоже ооо какой аромат как я люблю этот запах так размешали надо немножко посолить а соль принесешь мне заяц так ну теперь надо вот эту фигню натереть туда я тру а вот это ну это груша положи там где-нибудь а шкурку мы туда не кидаем а съедаем и сковородку за поэксплуатирую я жену так потихонечку перетеряем туда груши ну я еще даже не знаю что у нас получится блинчики или оладушки если будет слишком жидко получится блинчики ну это там груша начинается вот так перетираем туда грушу осталось еще всего да ничего алина сковородочку пожалуйста что мы туда отправили спасибо надеюсь вы не слышали что сказала только что не моя жена что цензура бы не пропустила так вот так мы перемешиваем видео мы ставим сковородку на огонь и добавляем муку слегка подсолить наши оладушки сахар мы не добавляем потому что мы будем наши оладушки с метком поэтому у нас сладость будет снаружи ну в принципе сладость груши туда дать так что и вот так потихонечку мы рассыпаем сюда муки и перемешиваем и смотрим что у нас там получается вот такая фигня вот такая фигня вот мы мешаем и подсыпаем чтобы у нас получилась воздушная фиговина которую мы будем с вами потом жарить на сковородке конечно по большому счету сюда надо какого-нибудь разрыхлителя 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 добавить у нас разрыхлителя никакого нету поэтому мы так будем готовить вот так оно готовится а пока оно готовится надо достать можно жарить на растительном масле а можно на сливочном сливочное масло у тебя ли вот у нас есть салатка воршково-селянское масло мы берем и туда кидаем на сковороду и теперь верной у нас кремоподобное существо получилось короче я фигачу остатки муки тут где-то было муки ну где-то столовая как она чашка около чашки вот так на это все перемешиваем красота красота ну вот так оно и плюхнется в нашу сковороду значит мы центрируем целый раз это поведение нашего столика а на четверке или на единице я фиг его знаю надо поставить на большой я так и не научился в какую сторону его переключать что что-то стоит не вижу а ты не помнишь четверка вправо или влево я не вижу вообще я с лупой даже ни хрена не вижу а теперь я еще и не слышу у меня одно ухо этот залил вчера перекисью водорода и что я не знаю на четверке или на единице посмотрели так вправо или влево она включается ладно нет так нет ну и теперь что мы делаем мы берем ложечку столовую и фигачим вот эту штуки просто если она нам на малом огне то она может прилипнуть неплохо и приготовиться ну а пока она готовится надо приготовить тарелочку дегустационную тарелочку с метку ну меток можно и сразу вот так плюхнуть как я не могу выключить они уже видите даже Не прилипли, а вот так шевелится. Как бы уже. А так оно вообще не приготовится. Как я увижу. Выключи камеры, я подойду. Иди смотри, я убрал камеру. Дуй, вымается. Там все слышно, Лен. На четверку. Слава Богу. Спасибо большое. Да. Значит, она стоит на четверку. У нас осталось до конца 7 минут 17 секунд. Ну, это мой, кто знает, до аппарата. Теперь переворачиваем наши оладушки. У нас с этой стороны подхватилось. Грушевые. Так. Ну, кто включил телевизор только сейчас, и с самого начала, я напоминаю. Мы берем 2 яйца, стакан молока, стакан муки. Яйцо с молоком взбиваем. Трем туда 2-3 груши на терочку. Без кожуры сладеньких. Посыпаем туда ванилинчика. Солим. И добавляем, это, стакан муки. Все это мы так взбиваем. Ставим в сковородочку. Разогреваем. Добавляем туда сливочного маслица. У кого нет, может, на растительном. Кушать сюда. И жарим с двух сторон оладушки с этими злошами. Вот такая красота у нас получается. Ну, можно... Место еще для одной появилось. Сейчас, одну секундочку, я заливаю. А сорвал в этом, в огруде, пару листиков мяты, для красоты. Тоже, фотку сделать. Так, смотрим, что у нас там дальше идет. О, и как она хорошенькая получается. Пухленькая. Ну, и, надеюсь, вкусненькая. Ну, тут еще она не жарится. Ну, а что тут делать? Надо дегустировать. Какой мы первый уложили. Не помните, этот, этот или этот. Наверное, этот. Мы берем его, макаем в медок. Ложим Листик мяты. Надо еще одну тарелку. Сюда этот послал. Ну, теперь, это надо продегустировать. На запах. Я не буду ждать, чтобы вы садили, как там оно дальше готовится. Ну, мята с нитком и с горяченьким этим офигенный дает запах. А на вкус. Ммм. Это. Ммм. Надо срочно делать чай. Ммм, это офигеть. Всем советую. С вами был я. И очень вкусный грушевой оладий с ванилином, мятком и мятой. Ммм. Всем всего хорошего. Берегите себя. Ммм. Действительно очень вкусно.